Продолжение следует... Это очень редкие клинические случаи, когда очень уже выраженные потери идут и костной структуры, и мягкотканной. И это, как правило, рецессии 2-го и 3-го класса в боковых участках верхней или нижней челюсти. Мы рассмотрим сейчас с вами клинические примеры. Обратите внимание на исходную клиническую картину. Это 3-й класс рецессий, усугубляющийся отсутствием или утраты частичных межзубных сосочков, наличием некориозных поражений десны. Ну и зуб 16, у него еще он лишен костной поддержки вестибулярно на основании чтения компьютерной томографии. В общем, клиническая ситуация неблагоприятная. Это еще раз подтверждение, да, описано выше, что образия очень глубокие в области зуба 16. Они еще подкреплены тем, что тут зависит вертикальная замыкающая пластинка. Измерение глубины рецессии десны в области зуба 1.6. Измерение глубины рецессии десны в области зуба 1.5. Измерение глубины рецессии десны в области зуба 1.4. Измерение рецессии десны и глубины в области зуба 1.3. Измерение расстояния от десны до режущего края зуба. Измерение расстояния в области зуба 1,5 от режущего края до десны. Измерение расстояния от края десны до режущего края. Дизайн лоскута. Обратите внимание, дизайн лоскута. У нас с вами дистально в области зуба 1,6 мы выполнили латеральное перемещение. Вот там краешек латерально смещаем лоскута. А здесь у нас корональное смещение в области зубов 1,5 и 1,4. Характерный дизайн мы наблюдаем в области между зубами 1,4 и 1,3. Обратите внимание, здесь хорошо видно кусочек будущего латерально смещенного лоскута. Подготовка пластического материала для генгивопластики. Твердая мозговая оболочка путем ее перфораций в определенном положении и направлении. Перфорация выполняется на расстоянии 4 мм. В шахматном порядке друг от друга. Олеофилизированная твердая мозговая оболочка не гидратируется перед выполнением перфорации. Это важно. Так выглядит подготовленная твердая мозговая оболочка перед применением области генгивопластики. Этап обработки поверхностей корней в области зубов 1,6, 1,5 и 1,4 с применением ДТА 17% в двухминутной экспозиции. Нанесение ДТА геля на поверхность корней для паферизации поверхности контаминированной цемента. Зафиксированная твердая мозговая оболочка в области зубов 1,6, 1,5 и 1,4 к межзубным сосочкам ранее доэпитализированным. Вы видите пропитанную кровью, гидротированную, зафиксированную твердую мозговую оболочку в области рецессии зубов. Фиксированный лоскут. Обратите внимание, пожалуйста, что в области зубов 15-14 выполнено корональное перемещение, а в области зуба 16-корональное и латеральное сушиванием латерального вертикального разреза. Окончательная фиксация лоскута. Обратите внимание, здесь произошла перфорация, да, из-за того, что очень тонкая структура, биотип очень тонкий. Детальное изучение шов в области фиксированного лоскута. Состояние ткани через 14 дней на этапе снятия шов. На фотографии зуб 1-4. Состояние ткани парадонта через 14 дней на этапе снятия шов. Обратите внимание, что в области зуба 1-6 есть флотация. Да, вследствие костничного перемещенного лоскута в ткани парадонта в области зуба 1-5 более-менее длительное состояние. Ткани в области зуба 1-4 не соответствуют желаемому результату. Также демонстрируют состояние ткани через 14 дней на этапе снятия швов. Ракурс изменен. Обратите внимание на флотацию лоскута в области зуба 1-6. Обратите внимание на присостоятельность швов, да, при том, что они все в наличии есть. То есть вот отсутствие такой полной эпитализации. Демонстрирует флотацию десны в области зуба 1-6. Флотирующий лоскут. И видно, что мобилизация по всем вести была недостаточно. И он немножечко отъехал наверх в опекальном направлении. Исходное состояние ткани и состояние ткани через 14 дней. Состояние ткани десны через 6 месяцев после проведенной операции. Есть очень положительная динамика. В области зуба 1-5 рецессия генера устранена фактически полностью. В области зуба 1-4 рецессия сохраняется. И в области зуба 1-6 она сокращена на 74% закрытия поверхности корня. Но есть более даже положительная динамика в области межзубных сосочков. Обратите, пожалуйста, внимание. Они увеличились в своем объеме. Потому что утрата была более половины. Демонстрация через 6 месяцев состояния ткани парадонта. Обратите внимание. Флотации уже нет. Все ткани плотные. Зубодеснивые карманы плотные. 1,5-2 мм сондирования. И очень радует наличие и рост в области межзубных сосочков. Обратите внимание на появление прикрепленной десны в области зубов 1-6, 1-5, 1-4. И наличие фаскаллизации в области применения пластического материала опекальной рецессии. Это ткани парадонта спустя 9 месяцев. Обратите внимание, как меняется ткань парадонта особенно в области зуба 1-6. Там появляется увеличение объема, прикрепленной десны. Состояние ткани парадонта через 1,5 года. Обратите внимание, рецессия десны в области зуба 1-5 и странина. Рецессия десны в области зуба 1-4 составляет 0,5 мм. Состояние ткани парадонта после операционного периода через 1,5 года. Обращаем ваше внимание на зону рецессии в области зуба 1-6. Она устранена более 80% закрытия поверхности корня. И в области зуба 1-6 типикально создан прекрасный объем кератинизированной десны. Измерение от десны до режущего края. Измерение расстояния между режущим краем и десной в области зуба 1-5. Измерение расстояния от режущего края до десны в области зуба 1-4. Измерение расстояния от режущего края до десны в области зуба 1.3 Фотопротокол состояния ткани парадонта спустя 3 года после операции Обращаю ваше внимание, в визе в области всех прооперированных зубов 1.6, 1.5, 1.4 Есть прекрасный объем кератинизированной десны, прикрепленный, рецессия в области зуба 1.5 устранена полностью Рецессия в области зуба 1.4 составляет 0.5 мм Рецессия в области зуба 1.6 и медиальный корень, который был обнажен почти на 8 мм, закрыт И рецессия осталась 1.5 мм Измерение через 3,5 года расстояния от десны до режущего края Расстояние от режущего края до десны в области зуба 1.5 Расстояние от режущего края до десны в области зуба 1.4 Расстояние от режущего края до десны в области зуба 1.5 мм Расстояние от режущего края до десны в области зуба 1.5 мм